Школьницы Аула Эркенхалк стали победителями акции «Нет кибермошенничеству». Она проходила в общеобразовательных учреждениях 15 регионов ЕФО и СКФО. А приурочили ее к всероссийской неделе финансовой грамотности. Альбина Ламкова встретилась с победителями акции. Одна из главных задач в образовании детей – качественная подготовка ко взрослой жизни. А нынешние экономические условия диктуют необходимость получения знаний в вопросах повышения финансовой грамотности и умению сохранять безопасность своих данных и финансов в цифровом мире. Для этого в образовательную программу школьников включены темы в этом направлении. В основу этих уроков легли просветительские материалы Банка России и, конечно же, работа компетентных педагогов. Финансовой грамотностью занимались ребята сначала в начальной школе, затем Лилия Хаджумаровна проводила уроки с учащимися 10 класса. Сейчас же у нас практически все учащиеся школы уже занимаются по финансовой грамотности. Во всех сессиях, что проводит Центробанк, онлайн-уроках, это ученики с 6 класса по 11 участвуют. Очень интересные темы и, разумеется, именно актуальные. То, что сейчас в интернете как раз идет, в наше особенно нелегкое время, развито очень кибермошенничество. И дети именно вот эту тему как раз и любят. Необходимость внедрения урока финансовой грамотности в школах обусловлена еще и тем, что современные дети достаточно активно самостоятельно покупают товары, пользуются пластиковыми картами и мобильными приложениями. То есть, они с раннего возраста оперируют денежными знаками и являются активными участниками торгово-финансовых взаимоотношений, что требует от них определенного уровня финансовой грамотности. По тому тему межрегиональной акции «Нет кибермошенничеству» поддержали более 800 учащихся. Из 20 школ только нашей республики. Самыми активными оказались учащиеся школы аула «Эркенхалк» Алия Кабардаева, Амира Карасова и Эмина Расклидиева. Ими был создан ролик на тему кибермошенничества и размещен в социальной сети ВКонтакте. Он набрал более 300 тысяч просмотров и стал лучшим по СКФО. Мы решили призвать всех к финансовой грамотности и то, как сберечь себя от мошенников. В нашем видеоролике мы рассказали то, что кибермошенничество, оно и сейчас набирает обороты, то, что многие люди этому подвергаются и что лучше с детского возраста об этом знать, это изучать, то, что это очень полезно в будущем и в настоящем. Заместитель управляющего отделением Банка России по Корчаево-Черкесии Рауф Тугов поблагодарил всех участников масштабного проекта и вручил победителям благодарственные письма. Эти знания пригодятся им и сейчас, и в будущем, когда они вступят во взрослую жизнь и смогут самостоятельно распоряжаться своими финансами. Я искренне поздравляю наших победителей и благодарю всех участников за проявленный креатив и нестандартный подход к вопросам киберграмотности. А подобного рода мероприятия мы будем проводить и в будущем, поэтому надеюсь, что школы Корчаева-Черкесии по-прежнему будут активными в вопросах продвижения и изучения темы финансов. Аналогичные акции региональное отделение Банка России Корчаева-Черкесии будет проводить и в будущем, отметил Рауф Тугов и выразил надежду, что школьники региона сохранят свою активную позицию в изучении темы финансов. Альбина Ламкова, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаева-Черкесия.